С 1 октября 7 пунктов пропуска Уссурийской таможни будут работать круглосуточно и без выходных. Среди них пограничные Полтавка, Краскино, Тури и Рог. Все они будут обеспечивать действие свободного порта Владивосток. На данных постах уже увеличили число сотрудников за счет присоединения к нам Хасанской таможни и за счет концентрации в Уссурийске декларирования товаров. С 13 июня декларирование осуществляется исключительно на Уссурийском таможенном посту. Так вот за счет этого мы провели в таможне проведенные штатные мероприятия и с 1 октября уже отделов таможенного оформления и таможенного контроля на Хасанском таможенном посту, в Лесозаводском таможенном посту их там не будет. Свободный порт должен привлечь в Приморье инвестиции и поток зарубежных товаров. Однако пункты пропуска со стороны КНР пока не собираются повторять за нами и переходить на 24-часовую смену. С зарубежными коллегами сейчас ведутся переговоры, но даже если они не принесут результата, уссурийские таможенники заверяют, что круглосуточный режим позволит лучше справиться с огромной каждодневной нагрузкой. У нас бывает зачастую, когда транспортное средство заходит непосредственно перед окончанием времени работы пункта пропуска из Китая, с грузом допустим, и в течение до окончания рабочего времени оно не успевает оформиться. Оно находится в ожидании на зоне таможенного контроля за пределами пункта пропуска. Так вот, в данной ситуации мы это транспортное средство, мы по нему будем завершать охранник. Сейчас только через автомобильный пункт пропуска пограничной проходит около 130 грузовых фур в сутки, при норме в сотню. Схожая ситуация с пассажирскими автобусами. За 7 месяцев этого года в целом по уссурийской таможне оформлено около 20 тысяч деклараций на товары. Специалисты отмечают снижение импортных поставок, зато экспорт немного увеличился. С начала 2016-го Уссурийская таможня перечислила в федеральный бюджет 5 миллиардов рублей. Также устойчиво растет эффективность правоохранительной деятельности. По результатам досмотров и проверок уже возбуждено около 80 уголовных дел. Во втором квартале года в целом, по показателям эффективности работы, Уссурийск стал первым в среде таможен дальневосточного управления. Евгений Талов, Игорь Антонов, Телемикс.